Вернуться до своих вытоков и изробить великую справу. Вязковый жихар в Гомельской области поднял людей на одновление братской могилы. Сегодня на былом месте похования без назвы – мемориальный комплекс, где размещены имены 42-х вызволителей. К ветке до помника усклала Ганна Ковалева. Молодость, тяга у великих город, переезды 20 годов, далече нет малой родимы. Прос 10 годов он выросл вернуться до своих коронев в промым сенсе. Александр Куровский знайшел тут забытую могилу советских солдат и стал одновлять разборную часом справедливость. Миновито тут у новых Терешковича к 75 годов тому ковали будущую перемогу. В 43 году осенью, в октябре-ноябре, здесь была переправа советских войск. Это все-таки освобождали наши воины, эту же нашу деревню. Рассказывал отец, рассказывал местные жители, рассказывал дедушку. К сожалению, не застал я живым. Местные жители, которые более пожилые, рассказывали, что, конечно, большие потери несли войска при переправе. Место обожнего притулку некольки десятков солдат знайшли прямо тут. Больше 70 годов место похования заховывало. Перша початковый выглядит. Поступово могильный насыпь взравновался с землей, а стежка наведовольников заросла. Не было ни помника, ни таблички. Ситуацию треба было ретовать. Александр разом с сябром и архитектором поднял архив и начал створать эскиз нового помника. Замес неприкметного погорка теперь мемориальный комплекс со стеллой и гранитной плитой. На ней 42 имена, которые теперь твердо описаны в историю и больше не будут забыты. После открытия мемориала ему присвоили номер войскового похования. Посыпались и звонки из усяг облога союза. Внуки, правнуки, некоторые уже усклали тут кветки. Инших чекают в самый ближайший час. Это была идея одного человека, але уклад многих. Финансово допомогали мясцовые сельхозпродприемства и приватные компании. Жигары маль двухтысячной везки идею сприняли с натхнением. Теперь каждый год 9 мая сустракают миновито тут. Живу тут уже больше 20 лет. Да, конечно, я знал, что у нас есть такая могила. И я считаю, люди, которые не помнят свою историю, не чтут ее. Они не имеют будущего. Поэтому это великое дело восстановления памятника для того, чтобы наши дети, наши поколения следующие помнили. Дарочих, этот проект для Александра не опошний. У планах так само знайсти необыяковых людей, как умыцовать бироги-роги. После войны неколи червоны открыли, сош пачал смывать одну из улиц. Все не е, не ама на карте. На шляху Великой воды широк и инших домов история рызыкуя полторыца. И поэтому я и все местные жители готовы и хотим эту проблему как-то решить. Но сами без, конечно, помощи исполнительной власти нам это трудно. Вот он сейчас занимается этим вопросом, чтобы укрепить этот берег реки, чтобы его больше не смывало. Потому что у нас, если будет дальше смывать, то и начнет смывать жилые дома. Что зависит от сели исполкома, конечно, я буду помогать.